И всем привет, друзья, с вами Кратофан, и также... Юкси! Юпи! И сегодня мы будем вместе с вами, вместе с Юкси, и также гномом, который вон там строит сейчас себе домик, будем строить очень крутой бур, который реально самый-самый-самый лучший. Вы еще никогда не видели такого бура нигде на ютубе. Он, во-первых, у нас полностью бесконечный, будет сам себе строить тоннели, и самая главная была проблема в прошлых бурах, это то, что они стопорились, когда натыкались на ламинарии, но зато теперь, с новым изобретением, которое изобрел я, этот бур просто не будет ломаться и будет всегда работать, будет полностью бесконечный. Сегодня мы вместе с вами его построим полностью, бесконечно, автоматически, короче, ультрабур, самый лучший в крейте, лучше вы точно никогда не видели. Все, начинаем! И значит так, дорогие друзья, сегодня нам понадобится гаечный ключ, суперклей, рельсы, конечно же, сборщик вагонеток, 64 линейных шасси, магический плуг, 43 автономных активаторов, а может быть больше, я не знаю, это надо спросить, у картофана. Также нам понадобится фильтр для угля, нам понадобится фильтр для рельс, и также нам понадобится фильтр для булыжника, земли, диорита и гранита. 7 механических пил, 6 сундуков, рычаг и, конечно же, булыжник, рельсы и уголь. Погнали! Все, берем все это дело и будем строить сейчас просто ультрамультрабур. Так, все, я все взял, погнали, будем строить вот здесь вот на рельсе. Короче, сначала ставим, первое, это сборщик вагонеток, вагонетку мы сюда поставим чуть позже, так, Юкси, ты что там смотришь? А я смотрю на вагонечную штуковину, ты специально ее положил в последний сундук, это такая загадка, да? Да, это как раз такие вот эти буры, вот, короче, кстати, бур, как будет в итоге выглядеть, это самый конечный и самый лучший вариант данного бура, лучше вы просто не увидите, разве что, если только больше его сделать, ну тогда будет лагать и все такое, короче, вот такую штуку стройте, и у вас будет счастье. Все, давай строить такую же штуку. Короче, сначала мы с вами ставим линейное шасси вот сюда, потом раз, два, три, четыре штуки, также ставим ниже линейное шасси, они все у нас соединяются, таким образом будет одна единая структура, потом берем, короче, клей, суперклей, и ставим вот сюда вот механический плуг. Далее, это мы с вами сделали что? Это будет сбор рельс, которые будут ставиться, и чтобы у нас не было рельс-укладчика, если вы хотите экономить рельсы, если вы не хотите экономить рельсы, хотите себе сделать метро, там, не знаю, какую-то, короче, железную дорогу, тогда вы просто убираете этот плуг, в общем-то, задний ничего не строите, и у вас будет укладываться рельсы, и будет, короче, круто. Потом нам нужно сделать также автоматическую подпитку нашей вагонетки углем, чтобы работало все быстро, бесконечно. Для этого мы с вами ставим сюда раз линейное шасси, и вот сюда два линейного шасси. Далее нужно здесь будет подрыться немножко, и сюда поставить первый автономный активатор. Так, берем, значит, его, где он, вот он, и также во вторую руку суперклей, ставим вот сюда его, чтобы в итоге он смотрел на потенциальную вагонетку, и запитывал тем самым углем. Также сразу же не забываем взять фильтр на уголь, и поставить его в этот вот автономный активатор, чтобы он брал только уголь, и запитывал, соответственно, только углем, а не какими-то там блоками. Все, в принципе, это у нас такая часть, которая помогает нам взаимодействовать с вагонеткой. Далее нужно сделать так, чтобы у нас укладывали здесь рельсы, ставились блоки под эти рельсы, ну и, соответственно, дальше будем делать уже буровую голову. Для того, чтобы ставились блоки, нужно поставить сюда расленное шасси, и на этой высоте, только чтобы этот автономный активатор смотрел вниз, и также с клеем нужно поставить вот таким образом, и он будет у нас, получается, что ставить рельсу на блок, который будет находиться на этом уровне, то есть, там будет ставить рельсу. Соответственно, мы с вами берем фильтр на рельсы, и ставим его в этот автономный активатор. Теперь он будет брать рельсы из сундуков, и ставить их только вот сюда. Теперь нам осталось сделать только это, как сказать, наверное, такой мостик, короче, для нашей вагонетки. Всё, короче, немножко подсмотрел. Берём мы, значит, с вами суперклей и также ещё линейное шасси. Ставим вот сюда одну линейную шасси. Потом убираем... Нет, не убираем суперклей. Берём в другую руку себе автономный активатор. Сюда вот подрываемся и ставим сюда автономный активатор. Соответственно, он теперь будет ставить все блоки. А блоки почему будут ставить? Потому что мы сюда поставим фильтр на блоке. Так, ставим вот сюда его. И теперь он будет ставить сюда всякий булыжник, землю, диорит, гранит и тому подобное на этот блок. То есть, чтобы когда наша вагонетка ехала вперёд, сначала ставился сюда блок, потом сюда будет ставиться рельса и вагонетка может ехать вперёд. Сзади будет ломаться рельса и так будет бесконечно. Так, далее нам нужно будет взять линейное шасси и ставить большую платформочку 5х5х5. Так, для этого мы, оп, здесь делаем вот так, наращиваем. Раз, два, три, четыре, девять блоков. Потом ещё раз наращиваем здесь уже до раз, два, три, четыре, пять. И сюда также пять. Таким образом получается такой квадратик. И на этот квадрат мы с вами установим сразу же буровые головы, механические дрели. То есть, во вторую руку берём суперклей, в первую механическую дрель и ставим прямо здесь на каждый блок механические дрели. А как раз таки вот их количество будет зависеть то, как вообще будет у нас образоваться тоннель, каких размеров. И, в общем-то, если вы хотите больше вырывать и, соответственно, более эффективно, тогда ставьте больше, больше делайте платформу до ограничений креата, короче. Вот, и в принципе даже сейчас уже можно было бы остановиться, разве что поставить здесь сзади сундуки. Давайте мы это сразу же сделаем. Так, поставим где-нибудь, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и давайте здесь также поставим ещё такие вот сундуки. В общем-то, сейчас можно было бы уже всё это прекратить, но если этот бур натолкнётся на какую-нибудь воду, и если это всё дело пофиксит, так как сейчас есть такой баг, то что рельсы не ломаются от воды и лавы, то тогда рельсы у нас здесь и сломаются, вы сами здесь горите или утонёте, и, короче, будет всё печально. И для этого нам нужно будет сделать следующий этап. Это будет перед буровыми головами образовываться такая стенка из булыжника, гранита, диорита, земли и тому подобного. Для этого нам нужно будет здесь поставить ещё одну линейную шасси, раз, два. Здесь мы с вами ставим ещё одну такую вот платформочку, также 5 на 5, позже мы её чуть нарастим. До самого пола ставим, раз, два, три, четыре, пять. И смотрите, сюда мы будем также ставить ещё автономные активаторы. Но, так как мы хотим, чтобы вода нас не заливала так же с боков и образовывался в итоге тоннель, для этого нам нужно будет сделать следующее. Это поставить раз, два, три, четыре, пять здесь, потом здесь раз, два, три, четыре, здесь раз, два, три, четыре, пять. А снизу мы здесь больше ничего не ставим, потому что, в принципе, это даже не нужно. Далее берём суперклей, потом, конечно же, автономные активаторы и ставим буквально здесь вот на каждый блок по автономному активатору. Позже мы в них также запихнём в каждый автономный активатор по фильтру, чтобы они ставили у нас только булыжник, диорит, в общем-то, всякий мусор, который нам и не нужен. Вот, что у нас в итоге получается. Суперклей мы убираем и теперь в каждый активатор мы запихиваем по фильтру на булыжник, диорит, землю, гранит и тому подобное. А я тем временем снимаю со всех сторон, как это выглядит, и это выглядит просто потрясающе, ребята, посмотрите, какой он красивый, какой он классный этот бур. Боже, храни ночи, храни создателя Майнкрафта, храни создателя этого мода. Боже, это просто потрясающе, опять обрезалось дерево, оно меня бесит. Короче, вышла небольшая ошибочка, оказалось то, что я немножко забыл, как строить правильно бур, и надо немножко переделать. Для этого мы с вами ломаем здесь верхний слой, так, здесь мы ломаем вот это вот. В общем-то, надо все немножко перенести на блок ниже, а именно, нужно также вот здесь скопать. Так, давайте мы здесь подлезем. Короче, здесь ставим мы раз, два, три, четыре, пять линейных шасси. Получается, здесь у нас все так же, опять на пять, вот такая вот платформочка. И тут теперь мы с вами ставим только механические дрели. Ставим здесь раз, два, три, четыре, пять. И, соответственно, сверху нужно сломать вот этот весь слой. Так, давайте мы это так же сделаем. Здесь сломаем раз, два, раз, два. И здесь уже соединяем при помощи просто обычного линейного шасси. Вот здесь раз и так же два. Здесь у нас все отлично соединяется, поэтому клей здесь не требуется. И так же, не забываем то, что снизу нам нужно будет поставить еще одни активаторы. А для этого давайте здесь подкопаемся немножечко. Вот сюда пониже, чтобы было все видно. Ставим здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шасси. И, соответственно, берем клей, затем активаторы. Ставим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В них также запихиваем теперь, наконец-то, наши фильтры. И теперь у нас точно все будет работать верно. Вот, ну, кстати, перед этим хочу вам сказать то, что желательно сделать следующее. Навестись на все эти шасси, зажать Ctrl и на максимум вниз. Чтобы здесь у вас образовалась единичка и ничего лишнего не захватывалось. Сделаем так же со всеми этими шасси. И тогда у вас точно все будет хорошо работать, иначе просто может у вас какая-то пещера захватиться. И в итоге бур, короче, у вас будет с пещеры перемещаться, что будет не очень-то весело. Вот, ну, а теперь, короче, самое главное, ради чего, в общем-то, этот выпуск-то и выходит. Потому что до этого мы с вами строили уже такой бур. А для того, чтобы устранить неполадки в море. Когда он натыкается на ламинаре, тогда он просто стопорится, ломается, все блоки не ставятся. Он, короче, полностью у нас дисфункционален. И для того, чтобы он работал, нам нужно сделать следующее. Просто берем линейное шасси, ставим раз, два, три. Опускаем это все дело как можно ниже, а именно до уровня вот этого вот, где у нас чуть ниже уровня земли. Здесь мы с вами также наставим раз, два, три. И здесь раз, два, три. И, наконец, берем с вами суперклей. И семь механических пил. Ставим здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, давайте здесь сломаем блоки. И также не забываем то, что гаечным ключом, хоп, здесь на единичку делаем. Теперь, когда он будет у нас натыкаться на ламинарии, они будут у нас в первую очередь ломаться при помощи вот этих вот пил. Затем будут ставиться блоки. Ломаются эти блоки. И здесь также будет ставиться блок, все отлично, короче. Ничего у нас не будет ломаться. Теперь давайте пойдем все это дело проверять. Перед этим, кстати, не забываем его заправить. Также при помощи, соответственно, булыжника. Ставим как можно больше сюда булыжника. Также стак угля, ну и, допустим, стак рельс. Так, Юкси, осторожно. Сейчас у нас тут будет штуковина. Опа-на! И вау! Надо здесь также всё расчистить. Там прямо перед этим вот аккуратненько всё. А, у нас вагонетка-то, это без запитки. Короче, когда вы будете ставить вот эту всю штуковину на вагонетку, то не забывайте, что вам нужно будет взять именно вагонетку с печкой. Вот такую вот самоходную вагонетку. Я немножко забыл, но это на самом деле не суть. Просто можем так толкнуть. Аккуратненько. И вот, всё, она поехала. И начинает рыть. Здесь, правда, не так быстро, потому что нету самохода. Но, в принципе, её сзади можно так же пустить. Так, а что у нас не едет? Вот, всё, едь вперёд! Юкси, смотри! Да, да, я пытаюсь запечатлеть этот момент. Оно копает, оно копает. Вот, и, короче, что у нас здесь образуется? Образуется такой тоннель. Так, Юкси, ты где вообще? Ты во втри, что ли? Да, я сзади, я сзади. А, сзади, иди сюда. Я тут вовсю вообще всё это снимаю. Это выглядит потрясающе. Я безумно рада, короче, то, что вообще такое создали. Это прямо очень круто. Да, господи, как этот палец двигается. Так, а почему здесь сверху у нас не ставится тоннель? Я, честно, не понимаю. Слушай, а они вообще ставятся? Вообще тоннель ставится? По-моему, только вот внизу ставится. Оно вот, оно ставится. Вот сверху ты можешь видеть сейчас. Вот, в принципе, сейчас работает так, как надо. Почему здесь так? Видимо, из-за песка, да, здесь, скорее всего, песок упал. И, короче, он ничего не понял. Ну, короче, как вы можете видеть, сейчас у нас здесь образовался тоннель, который должен быть. Там у нас произошёл небольшой потоп, скорее всего, из-за того, что там песок просто упал. Ну, и, сами понимаете, короче, небольшие неполадки вышли. Ну, а сейчас вы можете видеть, у нас всё отлично здесь. Факела, да, факела. Здесь отлично всё ставится, отлично всё копается абсолютно бесконечно. Если бы у нас там стояла самоходная вагонетка, а не обычная, тогда бы ещё и углём всё запитывалось автоматически. Вот, в принципе, ставьте всё на самоходной вагонетке. Не забывайте про то, что надо гаечным ключом крутить вниз. Также не забывайте, что надо все шасси крутить вниз, чтобы была единичка, а не восемь. И тогда у вас будет всё просто отлично работать. И давайте даже сейчас, наверное, проверим, что он там выкопал. Для этого давайте сломаем вагонеточку вот эту вот. Так, ну-ка. Хопа, всё сломали. У нас всё это образовалось в структуру. И теперь заходим в эти сундуки. Здесь немножко заливает. Так, он здесь, короче, потратил много булыжника. Много булыжника. Здесь он также добыл, кстати, медь, короче, песок, всякие ламинарии, кстати. Ламинарии. Если бы он их не смог добыть, тогда бы, ну, просто он здесь не смог проехать. И, короче, бы всё сломалось. И, в принципе, больше ничего, потому что, ну, здесь ресурсов нету под водой. Он, по сути... Вот, кстати, Юкси, покажи, что он здесь в итоге сделал-то. Короче, вот здесь разве что можно сделать. Это ещё чуть побольше бур построить. И, в принципе, всё. Лучше бура вы сделать не сможете. Это самый идеальный бур. Он непробиваем к ламинариям, к воде, лаве. Можете добывать при помощи него. Назрит в аду. Вообще всё при помощи него делать. Он полностью бесконечный. Ну, давай подумаем, насколько сложно всё это добыть по ресурсам. Да, можешь, пожалуйста, рассказать, что вообще по ресурсам и насколько быстро... Вот, допустим, человек зашёл, ну, выживать, так скажем, на сервере. Насколько быстро он сможет сделать такую махину? Вот сколько ему нужно часов игровых, чтобы это построить? Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас вообще по затратам. Самое дорогое это автономные активаторы. Механические пилы это мало у нас было. Потом также ещё буровые головы. Ну, в принципе, буровые головы у нас делаются из эндезита и железа, что, ну, вообще не очень дорого. А вот автономные активаторы, они делаются здесь, ну, не очень приятно. Типа латунь нужна. То есть уже вам нужно будет иметь и фрита. То есть это где-то середина игры, грубо говоря. Ну, вот, допустим, можешь, пожалуйста, рассказать? Вот, допустим, не для опытного игрока, сколько ему примерно потребуется времени, чтобы он сделал вот такую вот махину бур, которая очень сильно оптимизирует ему игру. Короче, когда у вас будет алмазный сет, не по спидранерским понятиям, а по обычным, тогда вы сможете сделать этот бур. Ага, ну, условно говоря, условно говоря, можно ли неопытному игроку, но при этом с алмазным сетом, который он уже сам себе добыл, сделать за час-два этот бур? Надо в шахте хорошо покопаться. Условно говоря, после того, как вы набьёте себе сет алмазный, вы оптимизируете себе жизнь примерно за два часа. Целых два часа, ребята, и вам будет просто очень удобно играть. И всё, и в шахту больше ходить не надо. Ставите бур, потом его забираете, ещё, блин, метро себе строите параллельно, просто ломаете вот эту вот всю штуку, и всё, у вас метро строится. Слушай, а чё там гном делает? Пойдём чё посмотрим. Давай, пойдём посмотрим, чё он там сделал. Так, короче, гном здесь у нас, значит, построил себе домик. Смотри, какой здесь у него потолок необычный из аметистов. Блин, очень круто. Мне нравится сочетание цветов. Ну, а с вами был Картофан, и также... Юкси и гном! Да, гном. Сегодня мы с вами вместе построили очень крутой бур, который реально самый лучший. Если вдруг вы сможете сделать ещё лучше, то обязательно присылайте мне карту. Мы вместе с Юкси и гномом это всё рассмотрим. Я надеюсь, что вы сможете что-то лучше сделать. Может быть, переносную базу какую-то, которую сама-то будет всё крафтить, не знаю, проходить Майнкрафт. Вот, разве что вот такое вы можете сделать. Вот, в общем-то, обязательно присылайте всякие свои карты. Если там делать какие-то крутые изобретения, да даже не то, что крутые, а того, что не было на канале, просто присылайте, мы вместе с Юкси и гномом рассмотрим и покажем это. Вот, в общем-то, обязательно всё присылайте, и мы всё вместе с Юкси рассмотрим. Я сам всё, Юкси! Всем удачи и всем пока! Йоу!